Продолжается голосование за благоустройство новых территорий. В этом году оно проходит на едином федеральном портале. О том, какие объекты благоустройства вышли в финал, в нашем следующем материале. Виктория Боброва неоднократно принимает участие в конкурсах. Не так давно на центральной улице ТОСа Старый аэропорт была построена детская площадка в рамках благоустройства, которая пользуется большим спросом. Принято решение было нашим ТОСам и администрации города, что необходимо развивать микрорайон, строить еще детские площадки. И вот то место, в котором мы сейчас стоим, оно отводится под строительство детского спортивного игрового комплекса. Туда могут приходить дети от маленького возраста до среднего и постарше. Будут установлены воркауты. Наполнение обсуждалось неоднократно, изменялось. Но в целом сейчас эта территория выдвинулась на рейтинговое голосование для строительства. Жители микрорайона Старый аэропорт и жителей города призываю всех прийти, в интернет, и проголосовать. В планах у жителей микрорайона Старый аэропорт построить спортивную площадку для взрослых. А пока предстоит пройти процедуру голосования. Следующий объект благоустройства находится в районе улицы Первомайской, 34. Там активные жильцы еще в прошлом году победили в конкурсе проектов по инициативному бюджетированию. За счет чего был обустроен тротуар, установлены фонари и скамейки. Сейчас они замахнулись на большее. Здесь вот Первомайская, 34 они выдвинули проект по комфортной городской среде. Значит, у них было очно-заочное собрание. В условиях пандемии они проводили собрание в онлайн формате. И, значит, у них выдвинули предложение по организации досуговой зоны. Именно детской площадки. И, значит, для отдыха досугового старшего поколения, чтобы здесь где-то могли они вдохнуть. Дом проживает очень много. Все, все возрасты. Необходима и детская площадка, и для старшего поколения досуговая зона. Еще один объект благоустройства располагается в живописном зеленом уголке города в районе Сахалина. Маленький лесок служит школьникам лыжной трассой, а жителям местом для скандинавской ходьбы. Идея была, это та ситуация, когда мы говорим о том, что дороги надо строить там, где ходят люди. Этот парк, он в таком виде еще не обустроен, он достаточно, как я уже сказала, активно пользуется, используется горожанами. Но для того, чтобы для создания большего комфорта для наших людей, здесь необходимо привести некоторые изменения, что и легло в основу нашего проекта. В частности, в первую очередь, конечно, нужно провести здесь электрическое. Поскольку в темное время суток, в первую очередь, это небезопасно для детей, которые, как я говорила, опять же, через этот парк ходят в школу и обратно. Темно, парк достаточно темный, дети ходят по этому парку, хотелось бы, чтобы здесь было освещение. Тем более, условия для этого в парке есть, стоит электричество, опоры электрические. Также будут оборудованы места отдыха для жителей, обустроены пожаробезопасные мангальные места. И это еще не все. В парке будет смотровая площадка. Если пойти нам справа зайти в парк, там очень хороший обзор получается на Курью и перспективу, на Мирный, поселок Мирный и дальше. То есть здесь есть на что посмотреть, есть как отдохнуть, у нас есть с кем здесь погулять. Поэтому было бы замечательно, если бы вот этот парк все-таки на свое логическое завершение имел и сделался там местом отдыха. А будет излюбленным местом, я в этом уверена. В федеральном проекте формирования комфортной городской среды национального проекта «Жилье и городская среда» Наринмар участвует с 2017 года. За это время благоустроено около 50 уличных пространств, как происходит отбор заявок. Назначается сбор предложений. Затем общественная комиссия оценивает целесообразность объектов благоустройства и просчитывает финансовую составляющую. Далее общественная комиссия утверждает объекты и выносит их на рейтинговые голосования. Мы будем подходить к жителям округа. У нас будут планшеты и там будет установлено предложение. По этому предложению мы будем рассказывать, как все это должно происходить. Получается, человек должен будет зайти в это приложение, ввести свои данные и просто проголосовать. Проект, который по итогам голосования получит наибольшую поддержку, будет реализовываться в 2023 году в приоритетном порядке. Остальные в соответствии с рейтингом в последующие годы. Проголосовать за понравившийся проект по благоустройству можно на едином федеральном портале. Наталья Дуркина, Владислав Носкин, Леонид Шишелов, Антон Гудряков, Телеканал Север.